На Кубани большое внимание уделяется развитию спорта. Спортивные площадки шаговой доступности становятся все более популярными. А это значит, что еще больше молодежи развивается физически, отказывается от вредных привычек. В Славянском районе здоровый образ жизни, можно сказать с уверенностью, стал модным среди молодежи. Все потому, что на нашей территории создаются для этого необходимые условия. Глава Славянского района Роман Сенеговский уделяет большое внимание развитию массовым занятиям физической культурой и спортом, решая задачу по укреплению здоровья и детей, и взрослых. Кроме того, спорт – это лучший инструмент в профилактике социальных явлений среди молодежи. Тем самым, задача по развитию спорта шаговой доступности, поставленная губернатором Кубани, успешно выполняется в Славянском районе. Так, в восьми сельских поселениях появились новые спортивные площадки, установленные на территории и вблизи жилых микрорайонов. Это позволяет жителям заниматься спортом в любое удобное время, непосредственно рядом с домом. Я считаю, правильно, здесь немаловажно принятие решения, роль главы Сенеговского Романа Ивановича, что в каждое поселение, программа сейчас губернатора идет, это спор в шаговой доступности. Вот именно такие площадки, потому что сегодня мы в городе имеем три таких площадки хороших парка. Это Северный парк, это стадион имени Бурлака, это улица Краснодарская, мы имеем на улице Красной. Мы имеем эти хорошие площадки. А эти решения, они как бы мини, но они имеют сегодня необходимый набор снарядов для занятий воркаутом. Спортплощадки с силовыми тренажерами, где можно заниматься воркаутом, установлены в Прибрежном, Анастасиевском, Рисовом, Коржевском, Протокском, Черноярковском, Прикубанском, Петровском поселениях. Для установки площадок выбраны самые удобные места. Так, в поселке Совхозном местом для площадки был выбран парк, который давно облюбовали жители для занятий физкультурой и спортом. Сегодняшним днем парк и вообще наша, это вся парковая зона, как бы в спросе, я имею ввиду, что люди сегодня сюда приходят заниматься спортом, здоровым образом жизни. Здесь очень много молодежи бегают, многие люди, кто-то ходит, кто-то просто на велосипеде катаются. Поэтому, когда встал вопрос, где ее устанавливать, сразу в парке, потому что площадка должна быть востребована. Установив эту площадку, мы тут с ребятами иногда ходим, занимаемся, нравится тут заниматься, приходим почаще, потренируемся, а потом идем на стадион футбол гонять. В Протокском сельском поселении немало ребят, кто активно занимается спортом. Новая площадка их очень обрадовала. Я очень рад, что появилась у нас такая площадка, на которой можно заниматься спортом. Мы с друзьями будем обязательно вечерами приходить сюда и заниматься здесь, потому что мы ведем здоровый образ жизни, и это для нас очень важно. Это очень значимое событие в жизни нашего поселения, потому что это спортивное направление недавно появилось, но уже достаточно популярно среди молодежи. И поэтому наши ребята могут теперь заниматься, могут показывать какой-то определенный уровень. Я думаю, что будут развиваться, потому что у нас ребята очень хорошо к этому относятся. В прошлом году по результатам работы молодые депутаты Славинского района одержали победу в краевом конкурсе и получили призовой грант. На эти средства было приобретено оборудование для спортивных площадок. Так, в станице Анастасиевской открылось целых три спортивные площадки на базе школы номер 25 в центре станицы, в районе городка ПМК-5 и на стадионе детской юношеской спортивной школы «Олимп». Я уверен, что с появлением данной площадки у детей появилось больше возможности заниматься как спортом, игровыми видами спорта, силовыми видами спорта, а также молодежи и взрослого населения позаниматься прекрасных и уличных тренажерах. Развитие спорта в нашем районе будет продолжено и в дальнейшем. В планах у местных властей оборудовать спортивную площадку в каждом дворе, чтобы у жителей района была возможность укреплять свое физическое здоровье, а для нынешнего поколения пропагандировать здоровый образ жизни. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа «События».